Всем привет! С вами я, Ольга Чернова, и это моя зимняя огородная азбука. Летом я все показываю вам в огороде, а зимой как раз такой благоприятный период, когда можно немного более подробно поизучать, теорию изучить, чтобы подготовиться к будущему сезону. Вот мне много очень приходит вопросов от зрителей на моем канале YouTube, но если вопрос приходит, например, в июле или в июне, сколько томатов разместить в теплицу, я, конечно, на эти вопросы не отвечаю, потому что этот ответ должен быть такой неоднозначный, распространенный такой, со всех сторон нужно это освещать. Я просто записываю в книжечку те вопросы, которые, и откладываю ответ на зиму. И вот сейчас я насобирала уже много вопросов, на которые я буду отвечать сейчас зимой. Вот, например, у меня тут отклава вопрос, можно ли сажать в прошлогоднюю землю, можно ли ее как-то снова удобрить, тоже зимой буду рассказывать. Потом вот от Нины, если дать огурцам много места, не обрывать пасынки, усы, то можно вырастить хороший урожай, она об этом на другом канале. Как вы к этому относитесь, я об этом тоже буду рассказывать. Тут много, тут вот даже Надежда Родионова мне дала совет, как выловить двоих хвосток, потому что в этом году очень много урона от двоих хвосток получилось. Это с помощью мокрой тряпки. Про это даже буду рассказывать. И очень много-много вопросов вот таких, которые задают люди летом, но не получают ответа, потому что это нереально. Летом горячая пора садиться за компьютер и писать каждому ответ. Вот сейчас я буду отвечать очень подробно на вопрос, который приходит очень часто. Сколько как томатов можно разместить в теплицу? Ну там один человек спрашивает в теплицу 3х8, другой в теплицу, например, 3х6. Это не важно. Главное, это даже не зависит от размера, Главное, вы должны уяснить принцип, по которому вы можете высчитать количество томатов в вашей теплице. Ведь это количество томатов, вот именно вот у меня 3х8, я буду говорить о размере 3х8, но это относится ко всем другим теплицам. Ведь количество томатов зависит от многих, очень-очень многих факторов. Сначала упомяну про план размещения самих грядок. Грядки разместить можно по-разному. У меня вот такой вот схема. Вот у меня центральная дорожка, 2 справа, 2 слева. Но если у вас, например, вот такая схема, когда центральная одна грядка и 2 по краям, это будет совсем другое количество. И вот перед тем, как ответить, например, каждому индивидуально, я не могу спросить, какое у вас размещение, какие сорта. Вот, во-первых, вы знаете, что от размещения вот этих грядок, от самой схемы расположения грядок зависит. Потом второе зависит от сортов. Какие сорта вы будете высаживать? Естественно, детерминатные такие есть, компактные, которые не занимают много места, их войдет намного больше, чем индетерминатных. Индетерминатных, или вот есть такие прям здоровые, раскидистые кусты, их войдет меньше. Значит, те, которые компактные, у вас войдет больше, индетерминатных войдет меньше, потому что там нужно расстояние соблюдать. Есть такие правила, что одни чаще мы садим, другие пореже. Потом, это зависит еще от методов выращивания. Вот я с самой весны показывала, как я высаживаю по два томата в одну лунку. Естественно, в моей теплице намного больше размещено томатов, чем у тех, кто высаживает один куст в лунку. Я знаю, что у этого метода много противников, но вот кто повторил в этом году, за мной два томата в одну лунку посадил, все, все пишут, абсолютно все пишут, что метод понравился, и что вот выход урожая в процентном содержании, вот именно массовый выход увеличился. Но сейчас начнем о размещении более подробно. У меня, сразу скажу, что у меня на каждую теплицу я рисую план. Я вот буду говорить о прошлом году, как я высаживаю и сколько у меня получается. Я вам просто издалека покажу. Я предварительно уже зимой пишу план и размещаю, ну как, мысленно, умственно, те сорта, которые я буду садить. Я уже заранее знаю, сколько. Вот кто смотрит с самой весны мое видео, они знают, что у меня вот в этой теплице 3х8 в одной было 144 штуки, другой 200. Можно посадить и 200. Вот там, где 200, я уже сразу сказала, я посадила просто по ошибке, я вот через там сколько-то сантиметров все высаживала, высаживала, потом оказалось, что все индетерминатные, все вот такие сорта я посадила тоже на маленьком расстоянии, просто в спешке. Весна была поздняя, и вторую теплицу, после того, как я рассаду там выращенную продала, я в спешке садила, получилось 200 сортов. Но я увидела, когда уже посадила. Сразу скажу, что можно посадить и 200 сортов. Урожай там был очень большой, там было красным-красно, но дело в том, что обрабатывать очень сложно. Там все так заросло, а у нас была жара, я чуть не умерла в этой теплице, потому что надо было постоянно ходить посынковать, верхушки прищипывать. Они все там разрастались, там были такие джунгли, что я хотела там снять один раз видео, но там даже не зайдешь с видеокамерой. И вот как понятно, как вот из этого опыта я поняла, что посадить, наверное, можно любое количество, но главное, способны ли вы обработать это количество, сможете ли вы столько времени посвятить, чтобы вот там нужно прям ежедневно ходить, пасынки лезут как бешеные, все. Я остановилась на количестве 144 томата. Это вот та теплица, из которой я вела большинство своих вот этих видеозаписей, снимала все сюжеты, и вы видели, что там довольно-таки просторно. Некоторые пишут, ой, как вы проходите между ними, проходы прекрасные, если вовремя обрезать вот эти нижние листья, если вовремя удалять пасынки, все дорожки остаются 50 сантиметров. И вот если посмотреть, из чего складывается это число 144. Это та сторона, которая южная, вот эта вот, у меня посажены только, а, вот первый и второй ряд, с южной стороны, у меня там высажены только компактные, детерминатные сорта, между которыми расстояние, ну, даже и положено, но я еще делаю расстояние поменьше, 30-40 сантиметров. Они, разрешено их выращивать загущено, это и демидов, и вот всякие вот эти вот, ну, не буду все называть, которые санька, демидов, ринет, все вот эти сорта, которые маленькие-маленькие кустики, я их высаживаю сюда, небольшое расстояние, и еще по два в одну лунку, получается вот в одном ряду, я даже сейчас, вот, 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 30, 34 штуки в ряду, 34 томата вот здесь вот, 17 лунок, 34 томата, и еще вот 34, а на этой стороне у меня высажены, вот тут были эндетерминатные, тут у меня и ботяня, и загадка природы, то есть те, которые очень высокие, двухметровые, чтобы они не загораживали солнце, они у меня на заднем плане, естественно, здесь их меньше, здесь 28 всего штук в ряду, для чего я все это говорю, вот, когда спрашивают, сколько томатов можно разместить, понимаете, если бы вы разместили все 4 ряда, вот этих вот, которые компактные, у вас бы было даже не 144, а больше, потому что у вас каждый ряд был бы, например, по 36, по 38, а если бы вы посадили, если вы планируете посадить только эндетерминатные сорта, то уже и в этом, и в этом ряду у вас убавится количество, поэтому, ни один человек вам не скажет, что вот в теплицу нужно высаживать определенно вот такое-то количество, это зависит от ваших предпочтений, какие томаты вы хотите высадить, какие вы любите, какие у вас больше получаются, лучше выращивания, и еще про эту теплицу я скажу, что если бы я высаживала не 2, не 2 корня в одну лунку, то у меня было бы не 144, а 70, например, и так люди выращивают, и вот разговаривая на эту тему, я хочу самое главное донести до вас, что количество томатов, вам никто не скажет, что есть какие-то правила, что вот должно быть вот столько томатов, в теплице 3 на 8, вы сами решаете, вы сами решаете, на каком расстоянии будете их высаживать, потому что вот я, я вам говорила, что детерминатные, там можно от 30 до 50, а эндетерминатные, вот по рекомендации специалистов, должно быть расстояние между лунки 70 сантиметров, но поверьте мне, многие 70 сантиметров не делают, делают расстояние и 60, и даже 50, и даже на таком расстоянии, как детерминатные, через 40 сантиметров высаживают, главное, что нужно соблюдать при этом, главное создать им комфортные условия, то есть удалять всю эту лишнюю зелень, чтобы они не зарастали, чтобы они не чувствовали себя, как бы обделенными, солнечным теплом, угнетенными, потому что если вы посадите через 50 сантиметров, так же как детерминатные, и не будете все это удалять, будет затенение, они будут вытягиваться, они будут ослабленные, и плоды, не получая солнечного света, будут не сладкими, кстати, очень важная тема, как получить сладкие томаты, я тоже о ней буду сейчас зимой дальше рассказывать, но вот с этой темой я закончу, и я вам сейчас скажу самое главное, вы должны в течение, если вы начинающий, одного, двух, или трех лет, попробовав, всякие разные методы, схемы, вот посадок, методы выращивания, вы должны для себя вывести какой-то, ну какую-то свою формулу, один определенный, я вот так выращиваю уже на протяжении, ну сколько, лет 10, наверное, мне, как один раз в журнале прочитала, вот по два в одну лунку, так сразу сделала центральную дорожку, потому что мне было удобно, я из шланга поливала, чтобы шланг протащить, его как заносишь, его по центру вот кладу, и боковые поливаю, это же все и схемы посадки, и методы выращивания, это все, как сказать, на основании своего опыта, вот мне было удобно так, я так сделала, теперь я к этому привыкла, и для меня этот самый лучший метод, и самый лучший вот такой схема расположения, а кто-то только видит, вот этот заходишь, и центральная вот эта грядка была, чтобы только видит, вот с трех грядками свою теплицу, выращивать можно хоть как, огород, это ваша, как сказать, область, где вы хозяева, где только вы вот так придумали, значит, это закон, так и будет, и никто вам не может указать, сколько бы вы не смотрели различных роликов, видеоблогеров, если он говорит, что надо делать так и только так, не верьте никому, бывает свой, выведенный, какой выведенный только вот на своем участке, какой-то метод или способ выращивания, оказывается намного лучше, чем советуют те, которые уже такие опытные профессионалы, а у вас может быть этот метод не подойдет, я вам желаю, конечно, повторить, за кем-то, может быть даже вот за мной, один раз, один год сделать так, другой раз сделать как-то по совету других людей, посмотреть у соседей, и обязательно определиться, и вывести какой-то один способ, метод выращивать, вот у меня в теплице 3х8, 144 томата, я прекрасно прохожу по всем дорожкам, у меня все они освещены, у меня они дают очень хороший урожай, посмотрите весенние и летние видео, я бы не сказала, что там мало плодов, но я ухаживаю, ну как мне позволяет, вот наличие много свободного времени у меня, я ухаживаю за ним тщательно, я вовремя обрезаю все листья, вовремя удаляю все пасынки, и половина теплицы у меня засажена детерминатными, они более компактные, а вторая половина, северная, засажена инготерминатными, вот этими, которые высокие, которые требуют повышенного ухода, у меня вот все уже слажено, все отстроено, работает как часы, а вам, если вы начинаете, нужно искать свои методы и способы, до свидания, желаю вам всего хорошего, подготовиться к весеннему урожаю, получить богатый урожай, ой, к весеннему пассиву, получить богатый урожай, задавайте вопросы, и если я вам даже не отвечу, то возможно ответ на ваш вопрос будет в следующем моем видео, потому что тем очень-очень много, подбираю этот вопрос, который волнует всех, и очень многие просят рассказать именно, что, как можно использовать вот этот вот, свой огород, как источник дохода, как подсобное хозяйство, обязательно расскажу тем, кто интересуется, как выращивать большое количество рассады, массовые, какие сорта для этого подходят, вы не думайте, что я о вас забыла, все я это расскажу, но все постепенно, все, до свидания.